Можно сейчас медленно идти, не стараться догнать оператора. Хорошо, но я пойду с той же скорости, с китарой вы. Да, запись идет, все. Сейчас мы в Московской школе управления Сколково. Сегодня здесь открытое мероприятие, посвященное бизнес-трендам. И у нас в гостях Андрей Андреевич Мовчан. Андрей Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я, правда, в гостях у школы Сколково. Да, ну и у нас в гостях тоже. Слушайте, вы часто говорите в разных передачах, в разных интервью, что у нас все очень плохо с экономикой. Я не говорю, что у нас очень плохо с экономикой. Я говорю, как у нас с экономикой. Хорошо, и как у нас с экономикой? По-разному у нас с экономикой. Лучше, чем в Лаосе, например. Хуже, чем в Польше. Ну вот расскажите нашим зрителям. Здесь лекция, здесь открытое мероприятие, много гостей. Сейчас очень много разных лекций, где рассказывают про успех, про предпринимательство, как быть бизнесменом, как стать богатым. Как вы к этому относитесь, во-первых? Я к этому относусь как к безответственному вранью и попытке содрать деньги с людей, которые это слушают. Но вы здесь это делаете бесплатно или нет? Я это здесь делаю бесплатно, но я не рассказываю людям, как стать богатым или как достичь успеха. Я рассказываю людям о том, что происходит вокруг. Расскажите нашу аудиторию, что вокруг происходит, какая сейчас российская экономика. Дайте нам цифры, которые будут понятны самому безграмотному. Вы предлагаете мне прочесть лекцию, что сейчас невозможно. Приходите на лекции в Сколково, вы все это узнаете. Вы уже рекламируете свои мероприятия? В том числе и мероприятия других лекторов в Сколково. Сколько сейчас занимает экономика России в мировом ВП? Чуть меньше 2%, может быть, 1,8%. С чем это сравнимо? Это сравнимо с Аргентиной 100 лет назад. С Аргентиной 100 лет назад. А из каких-то приличных, может быть, европейских стран, насколько мы отстали? Аргентина 100 лет назад была очень приличная страна. Она перестала ей быть в связи с плохим управлением экономикой. Потеряла половину своей доли в мировом ВП за 100 лет. Россия двигается примерно тем же самым путем. Куда мы сейчас двигаемся вообще? Сейчас повысили НДС на 2%, налоговая нагрузка. О чем это говорит, в общем? У нас достаточно правый автократичный режим, который пытается выжимать из экономики как можно больше для обеспечения своих бюджетных нужд. Обычно подобные режимы кончаются одинаково. Они кончают поливением, они кончают мягкой сменой власти, когда к власти приходят популисты, которые начинают проводить политику максимальных трат. Мы сейчас зайдем в зал, и там будет очень много людей. Кто эти люди? Это молодые предприниматели или такие уже? Я не знаю, кто эти люди. Вы не знаете, перед кем вы выступаете? Хорошо, тогда для аудитории Форбса, для нашего дайджеста, расскажите, как сейчас стать успешным? Чем надо заниматься? Надо идти учиться или надо открывать бизнес? Может быть, на блог чей-то подписаться, читать про какую-то книжку? Что делать-то? Что делать, чтобы стать успешным? Да. Много учиться и хорошо понимать, чего вы хотите. А в список Форбс возможно сейчас попасть? А зачем? Вы считаете это успех? Ну... Вы посмотрите на этих людей сейчас. Да, что они несчастны? По-моему, они очень несчастны. Ну, хватит вам. Это же многие мечтают, там, не знаю, шикарная машина. Мечтают проституток на яхте принимать, а потом судить их... Проститутки на яхте, это тоже, в этом смысле, замечательно, нет? Я думаю, что нет. Поверьте, ведь эти люди это делают не от большого счастья. Они в абсолютном рабстве у власти, у своих денег, у своих отношений. У них нет времени свободного. Сейчас на форум в Давосе Дерипаска не поехал. Вы как относитесь к форуму в Давосе и к нашим форумам, типа питерского или кайдаровского? Прямо вот на камеру. Я считаю, что это достаточно бесполезное мероприятие, честно говоря. Экономикой они не меняют. Для кого-то они могут оказаться локально полезными, если удастся о чем-то договориться или что-то узнать. В целом на них зарабатывают организаторы. Это основное, что можно от них получить. Вы в них постоянно участвуете. Вы участник этой схемы, получается? Неправда. Я не участвую ни в гайдаровском форуме, ни в питерском, ни в форуме в Давосе. Я читаю лекции студентам, общаюсь с людьми, делаю мастер-классы, совершенно другие вещи. Ну вот если бы вам предложили хорошую сумму за лекцию, ну не знаю, 100 тысяч долларов вам предложили, вы бы поучаствовали? Это зависит от того, кому. Ну, 100 тысяч меня не предлагали, но сравнимые деньги мне предлагали иногда. Сколько вам предлагали за какую-нибудь популистскую лекцию? 10-20 тысяч долларов, какие-нибудь корпорации мне предлагали, я обычно отказываюсь. Иногда соглашаюсь, перевожу это в благотворительные фонды. Я был управляющий фондом, я хорошо зарабатываю, мне не нужно зарабатывать лекции. Андрей Андреевич, мы не можем вас больше задерживать. Спасибо большое за интервью. Не за что. Спасибо, да, мы пойдем послушаем в зал. Спасибо. Спасибо.